Региональное управление Росреестр подвело первые итоги работы уведомительного и упрощенного порядка регистрации загородных построек. В первую очередь люди подают документы на легализацию жилых домов. Почему наблюдается такая тенденция, вы узнаете из нашего следующего материала. 2358 заявлений о постановке на кадастровый учет и регистрацию прав по дну управления Росреестра по Тверской области органами власти за период действия уведомительного порядка строительства жилых и садовых домов. Речь о периоде с 4 августа 2018 по 31 декабря 2020 года. Из них в отношении объектов индивидуального жилищного строительства подано 2315 заявлений, а в отношении садовых домов всего 43. Граждане пользуются больше нормой и регистрируют право сразу на жилой дом на садовом зебельном участке, нежели постановку регистрации права на садовый дом, который имеет назначение нежилой. Стоит отметить, что один порядок оформления индивидуальных жилых и садовых домов не исключает другой. Просто заявителям предоставлен выбор, каким им удобнее воспользоваться – упрощенным или уведомительным. Первый влечет за собой меньше хлопот на этапе подготовки и подачи документов на строительство. Зато уведомительный помогает избежать многих проблем по окончании всех работ на доме. Он будет проверяться более детально и у собственников этих объектов, как я уже сказала, не будет в последующем проблем, например, в рамках каких-либо контрольных функций по градостроительной деятельности, если будут проводиться в отношениях объектов. То есть, если вам соседи предъявят претензии, дескать, дом слишком высокий или якобы заступает за красную линию улицы, всегда можно показать документ, заверенный всеми структурами, в том числе и местными органами власти. Ведь чиновники обязаны перед началом строительства в рамках уведомительного порядка не только тщательно рассмотреть проект, но и лично проинспектировать место работы.